Всем привет! Сегодня мы рассмотрим такого варфрейма как Миса. Миса. Бродяга и изгой. Подобно героям уже полюбившихся нам вестернов. Однако, у нас своё тёмное будущее. И сейчас мы окунёмся в историю нашего Стрелка. Данный варфрейм стал одним из проектов Аллада Ви, когда тот погрузился в исследование заражения. Одним из его подопытных стал и этот фрейм. Миса была одной из варфреймов, находившихся на седне. Однако, встречаемся мы с ней достаточно поздно, уже после прошедших операций Дилеммы Гривуса, Охота на Аллада Ви и Плодородные Земли. В ходе одной из этих операций мы освобождаем другого варфрейма, Валькирию. Но у грязно играющего Аллада остался ещё один козырь в рукаве. А именно, Миса. Обезумевший Аллад сделал Мису объектом своих исследований. Проект по заражению тех, кто не должен был поддаваться этой чуме. Он желал создать мощнейшее оружие. Варфрейма, полностью подконтрольного ему. Во имя высшей цели Техноцита, который завладел его разумом. Для контроля над ней, Аллад поместил на заражённой миссии подконтрольный диск, схожий с тем, что мы видим на самом Алладе в течение всей игры. Тенна же предстояло победить это порождение гнили и гениального разума корпуса. В квесте «Нулевой пациент». В данном квесте, после удачного изъятия данных о нашем задании, нам было необходимо уничтожить Улья, порождённые модифицированным Алладом. А после устроить диверсию, дабы окончательно положить конец распространению заразы. И именно в самом конце мы встречаем заражённую Мису. В воздухе повисает призрак Лотос. Это не Тенна. Пустой варфрейм, заполненный плотью заражённых. Закончи его страдания. По окончанию этого квеста мы получаем основной чертёж Мисы. И для нас открывается возможность возродить её в своей кузнице. Дабы та несла своё слово праведным огнём. Дальнейшие чертежи мы получаем с самого заражённого Аллада Ви. Впоследствии у которого всё-таки находятся силы избавить своё тело от поразившего его техноцита. На этом история Мисы завершается. И она вступает в наши ряды. Как мы поняли из истории, впервые Мисы появляются во время обновления 15.5. Операция «Вторжение муталиста» в ноябре 2014 года. А уже только спустя 4 года, в декабре, она получает свою прайм-версию. Миса не ниндзя, а скорее эдакий космический ковбой в этой игровой вселенной. Стреляет всегда точно и без промаха. В этом ей помогают её верные парные пистолеты-регуляторы. Её смертоносное оружие не щадит никого. Ни своих, ни чужих. Так что советую не попадать под радиацию во время миссии. А на сладкое мы оставили разговор о небольших отсылочках. У Мисы есть второе имя – Миротворец. И да, это же её и последний скилл, за который её все и любят. Также существует и довольно известный револьвер, что мы не раз видели в фильмах ковбойской тематики. Кольт Сингл Экшн Армии. Армейский револьвер одиночного действия, начавший свою жизнь в 1873 году. А назвали его именно Кольт Миротворец. Интересная отсылка, не правда ли? Незабываем и про регуляторы. Как предложила в своё время комьюнити, что это отсылка на целый пласт истории Соединённых Штатов. А точнее событий, происходивших в Нью-Мексико. Где шла ожесточённая война с группой людей, прозванными барабанная дробь регуляторами. Кстати, самый известный представитель, малыш Билли, получил свой архетип всё в том же кинематографе и литературе. Не будем подробно касаться этой части, а продолжим разбирать отсылки. Ведь не только этим были гораздо наши разработчики. Когда речь начинает идти о миссии, Лотос задаёт вопрос. Это уже старая, добрая, ламповая и прямее некуда отсылка к фильму «Грязный Гарри» с Клинтом Иствудом. В нашем же дубляже эта фраза прозвучала как «Повезёт ли мне?» Впервые миссы было показано на 41-м дефстриме, на котором говорилось, что она испытывает некие затруднения на поле боя. Поэтому изначальник концепты вовсе подозревал полностью скрытые глаза. На счёт имени миссы также всё неоднозначно. Если не углубляться в этилогию, то некоторые могли подумать, что это околоазиатское имя. Когда на самом деле, миссы — это возвышенный участок земли с плоской поверхностью. Да, они также часто встречались в фильмах уже известного жанра. Ух, прям удар за ударом по ностальгии. Особенно для тех, кто застал время моды на вестерны. Также на некоторых файлах игры, миссы была отмечена под именем «Девочка-ковбой», что скорее было связано с процессом её разработки. И на этом забавном факте я прощаюсь с вами. Не забывайте ставить этому ролику лайк или дизлайк. А также будьте добры подписаться на канал и поставить колокольчик, ведь это очень помогает и мотивирует. Ну а мы с вами обязательно встретимся в следующих роликах. Ну что же, ещё услышимся!